Спросил бы. Спросил бы, да. Я думала, ты с ним общался. Нет. А она потом оттуда уволилась. Или ушла, а я так... Не-не-не, всё-всё. Нет, так нет. Всё горит всё. Так убораживает. Не убораживает. Так где вы достали этот самый пистолет? Просто нашли в окопе? Да не в окопе. А патроны были хоть к ним? Да полно патронов было. Мы патроны рвали с пальцев. Вот так вот берёшь винтовочный патрон. У нас был склад какой-то сгоревший. И они эти патроны, что сгоревшие, что не сгоревшие, что целые. Машину вывозили где-то и сбрасывали. И присыпали землю. А мы приходили, землю разгрыбали. Вот склон вот этого вот такой крутого. И вот их сбрасывали. И вот мы на этом даже не везу, а на склоне. Вот погрёб землю. Нашкребал. Прыгарши патронов. Там и пистолетные, и автоматные. А патрон автоматный и пистолетные. ДТТ были одинаковые под одинаковый патрон. А это ППШ. Ну а под ногами там другой был патрон в гильзе. В середине такой гильзы. Такой длинный. Это в добра сколько угодно было в эти годы. Ну что, стреляли или ходили? Нет, так просто не стреляли. А вот так вот разбалтываешь, постучал по патрону. Положил вот такого. Клоп, клоп в нём. Пуля расшаталась. Вытаскиваешь этот патрон. То есть пулю. Отсыпаешь часть пороха. Потом берёшь этот пулю туда молотком. Спак, забил. Сверху насыпал пороха, который высыпал. Держишь в руках. Спичку зажёг. Спичку сюда. Ты прямо с ладони стреляешь. Пальцы в этом. У вас все пальцы вроде бы. А оно не разрывало. Она пулю выбрасывала. Ты расскажи, как это самое. Ты про вот эту вот учительницу напугал пистолетом. Напугал. Ну идиот учитель. Били её. Так расскажи. Ну с обрезка ствола. Винтовочного. Отрезали кусок этого. Ну стволы валялись. Разглавы и всякие. Это что это. Отрезали кусок такой ствола винтовки. Там где можно. Конец. Это сколько вам лет тогда было? Ну чёртки. Где-то лет уже десять, одиннадцать лет. Ну что. Нарезали резьбу с тыльной стороны. Закрутили туда болт. Засверлили сверху отверстие. Получился самый пал. Приделали до ручки. С дерева вырезали. Мастеровитые вырезали. Привязали. Забивается туда. Насыпается порох. Забивается так пуля винтовочная. Или со свинца склепало то самое. Как делали. Туда в это самое. В отверстие насыпаешь пороха. Привязываешь рядом спичку. В эту головку. Тёк спичкой. Гах! Выстрелил. Ходила учительница. Еврейка. И вот пропасовали. Она ходит зараза. И выискивают родителей. Жалуются, что пропасовал. Такой сякой. Потому что. То, что там дневники напишут. Проискла родитель. Вырос. Не пойдёт. И мы устроили на её засаду. Из-за забора это самое. Знали, что она будет идти. Находила. И вот она идёт. Поставим этот самопат. Забор. Повязали этот. Идёт эта учительница. Не по нашей стороне улица. А по другой. Улица. Где-то такой вот. Северный. Дорога проезжает. Такая часть. Я два тротуара. В общем. Где-то как от меня до стенки. Идёт она это. Прицелились. Ага. Вы что, грохнеть хотели? Чёрт его знает идиоты. По учительнице. Ну правда до ноги целились. Ну и что? Ну это. Пуля. Пуля. Слава тебе Господи. Попадает не учительница, а в её этот портфель, когда нанесла. С книгами. Учительница падает в оборот. Ага. Хлопец, который там рядом проходил, думал, что по нём стрелять. Здорово. Как шкуранул. Ну бежал. Ну её там проводят на самом деле люди. А вы где были? Ну а мы-то за забором. Нас тут не видно было. Мы с палисами. Мы терянули, конечно. Оббежали. Её там в общем ввели в чувства. Ну и потом начали это самое в портфеле дырка. И в какой-то треть или четвёртой книге эта пуля застряла. Ну убойная сила. Такая. Большая. А? И, наверное, по пуле ходили. Не перебивайте. Что уже там поняли. Там уже милиция ходила и прочее. Ну и решили, что это решили, что по этому поё выстрелил этот хлопец. Он побежал. Что выстрелил по учительнице. Он бежал. Хотел убить. Так что не нашли? Нас, конечно, не нашли. Сколько у вас человек было? Да трое. Понимаешь, вот это дружба. И ни одного стукача. Я говорю, вот он стукач. Ну и вот так вот. Как бабка пошептала. Больше пошулять. Она уже не ходила. И всё уже. И ни одна учительница. Ха-ха. 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 Она преподавала не того, что нашим классом. Старший класс. Хорошо, что вы ещё гранату не нашли. Ну, эти гранаты были какие-то высадки. Осколочно. Давай испугаем под ноги, бросим, да? Ха-ха. Гранаты бросали в зоопарке. Это самое, рыбу глушили. А как вот это в туалет бросали? В туалет у меня гранаты бросали. Взрыв пакета. Граната в туалет это опасно. Взрыв пакеты бросали на танцплощадке. Ну, да. Ну, на танцплощадке заходишь, что-то самое, сортир. Сделал своё дело и туда, блин, дёр. И ждёшь пока кто-то из соседнего очка вылетит. В бутылку под шампанского набросали карбита. Набросали. Набросали. И забили колком горлочком. А там был такой длинный туалет. Базарчик на шурялке был. Достаточно многолюдный. Там был туалет. И он разделён в перегородку. Одна сторона женская. Другая, ну, старая стоит. Заходили. Ну, яма-то общая. Садились. И мы в эту яму пару этих бутылок с карбитом. И она там жидкая. Под эту. Они утонули. И мы пришли. Потом это самое. Ну, а там же все время кто ходили. Торговки эти. Сельские бабушки тогда приезжали. Торговали это самое. Ну, и кого-то. Ну, это лучше, чем по учителям стрелять. С самопалом. Ну, и потом это... Посели, потом гахнули. Она приличный взрыв даёт. Разрывать, чтобы разорвать эту бутылку. Так еще же осколки летят. Нет. Там говно летит. Не осколки. Ну, там она внизу-то ведь. Она там где-то, я не знаю, слой большой. Там просто когда это самое... Карбид взаимодействует с водой, выделяется кислород. Газ, это ацетилен. Ацетилен, да. Ну, и он разрывается, просто облако ацетилена взлетает вверх. Ну, и все. Там... Ну, получается, взрывы такие хорошие взрывы. Ну, короче говоря, гахнуло. Главное еще не курить в этот момент. И дерьмо это все вверх полетело. И папа... Они же быстрецом ходили раньше. Ну, блин, вы даете. Ну, это какие? Ну, вверхом-то как? Оттуда мы с этого туалета раскакали. Абляпаны с волами задницами. Поскольку маме не разрешаешь телевизор смотреть. Это все из-за отсутствия телевизора и компьютера. А за волами с задницами мы выскакивали. Ну, было бы у них телевизор, что ли? Одна гахнулась, а... Ну, так оно же там мало того, что она гахнула, да. Так и выскочили еще мужики. Смотри, что там... Абляп... Разбирала там, кто это самое. А там всегда очередь была. Как дираной от этого туалета. А там, в площадках, это уже здоровые были хлопцы. Привез... Три взрыв-пакета. Ну, и куда их применить? Ну, такие, что молодые, здоровые. А в Пушкинском парке была танцплощадка. Большая танцплощадка. Там здоровая такая. И людей по выходным там ходило... Ну, около тысячи людей тут танцевали. И там такой был помост, такой козырек. Ну, это самое. И на этом помосте были лавки. Сидел в духовой оркестр играл. Ну, и куда бросить? Туда? Нет. Ну, мы оторвали в доску. Они там тюрлявые же такие были. Ну, и захли вот эти два взрыв-пакета. И туда под музыкантов. Один друг. И вот, когда такой танец нажился, ну, там он секунд десять длится. Это самое пока фитилёк там такой. Ну, у вас же это самое в бумаге с бекфортовым шнуром и серым. Ну, да, это самое. Ну, это самое. Ну, нет. Взрыв-пакеты. Нормально. Мне тоже такие были. И туда вот гах один, гах другой. И сам это вот, смотрите, что ж будет. Как гах, я затрыл пакет. А там же за многолетие вот эта вот грязь, пыль, акуль. Она собиралась, он закрыт в этом. И такой, боже, мне все будет. А мой пылище. А там вот такие щели здоровые, особые. Граната! И закричали, спасались. Как сиганулы эти люди. Как сиганулы. Как сиганулы. Это через где-то секунду два. Это самое второе. А? Как рыбанулся. Рот. А там только одни ворота, калитка, чтобы заходить. Черезета. Кто на забор. Эти музыканты. Гувырковы. Это было так. Еще говорят, что сейчас молодежь плохая. Да, картина. Спасайся. Не, ну сейчас молодежь по учителям не стреляет хотя бы. И мы же специально говорили. Граната, спасайтесь. Четыре, пять. У нас были еще пленые пленые, но вы такого не видели. Ну да. А ты там, мама, знаешь, до чего доходила? Ты что, с ними ходила? Да. Потому что у нас такой, у нас гранат не было, но взрыв пакеты были. Бутылки под шампанского заполненные корбитом, забитые колком были. Что еще было? Болт. Гайка такая большая, туда запиханная серая. Гайка и это самая лента. Не, ну у нас полиэтилен просто подбрасываешь или с дома сбросить на бетонную плиту. Она стреляла. Это было. А самопалы вот эти? Самопалов у нас не было. Мы самопалы делали это постоянно. Использовался. Мы делали маленькие, но со стеклянной. Трубка, это самое, и туда еще добавляешь. Ну правильно, а чем было заниматься? Пришел там что-то строгаешь, пилишь. И что нарезаешь? Не, не больше. И гахкали, это постоянно же ходили. Это что, врагатка постоянно в кармане, нож постоянно в кармане. Еще врагатка такая, что еще, наверное, биты эти самые чугунки в одном кармане. Да, с радиатора. Ну, с радиатора, потому что... Камнем же птичку не убьешь, а чугунком не убьешь. А резина с противогаза очень хороших составов. А эти же противогазы валялось. Там была свалка, где зоопарк, с третьей стороны там шееры засыпали. Ну, знаете, как-то противогазом привезли. Я сижу чай без сахара, но он уже такой не пил. А что ты этого выпил? Ну, не знаю. И набрали этих противогазов. Ну, и нашел же этих немецких тесаков. Так у меня что-то штук четыре или пять. Ну, не делись. Раздавили. Черт их, ломбали там. Раздавить вам. Неправильно. У нас этих тесаков было. У нас, я ж говорю, что было этих тесаков. Мне бы интересно, если бы у меня были теса. Дело в том, что у нас в огороде была сабель и винтовок закопано. Вот где копать надо. Когда наши выходили вот это вот с окружения Киев, наступали. Забегали, переодевались. У нас в сарай, на окраине там, на шулялке. И стрыглись, чтобы офицеры что были там. Но мы не ложи. И вот эти, они же сабли мы были. И вот они эту саблю, винтовку или что, корабли. Бросали, оставляли. И куда их гевать немцы должны уходить? Так дед и второй сосед, Тимофеевич. А были в сорок первом году в садах на окраине, там были частные дома, вот как у нас шулялка была такая. Ну, так был окоп, вырыли этот. Так они вот этот окоп побросали и засыпали землей. Так целый склад там оружия было. Так вот, аж мы пару штук откопали вот этих вот винтовок. Они уже поржавевшие были. И сабли вот это вот. Две сабли было. И такие сабли были, что по рельсам бьешь, на рельсах за зубами, на сабле ничего не ломается. Вот такие. Как постоянно с нами баба да мать воевали, родители. Забирали. Потому что фехтовали настоящими саблями идиоты. Ну, так где-то заскочило по пальцам. По его товарищам в морду триканули, чтобы потом комиссовали глаз в армию не пошел. Товарища. А вот такой вот. А ножи, кортики. Кортик был. Я его потом метал, метал и неудачно метанул. И кортик отломал его. Так вот сейчас что-то осталось? Да не всегда. Ну, что я потом. Я говорю, что постоянно баба или мать ее забирала, запрячь. Она найдет. И ногам же исчез, куда не знаю. А ногам я украл. Там у нас жуляры, знаешь, было. Я приметил, как один ворега. Он же меня не видел. Я малый был. Запрятал этот ногам. А за бороду мотал и запрятал его. Ну, чтобы не носить там. Ванька Атоновна. И этот ногам, это он, это самое. Я его цап-царап, конечно, себе. И патронов там было, что-то 17 штук. Еще такая вот кисетия. Эти патроны, полный барабан был этих патронов. И я, конечно, этот ногам прыгал в лазни. А Вальтер нашел. Действительно нашел Вальтер немецкий. Что у вас и Вальтер был? Вальтер был. Что у вас еще было? Пулемет был авиационный. Ну, так он огромный жил. Стурели, выломали на авиационном кладбище с рамой. Вот рама. И сзади там вот этот пулемет. Ну, так мы выломали этот пулемет. Он тоже был? Нет, он такой шум. Там такая была обойма. И он в этой обои как на шаре такой шар. Один ствол без турели. Двойной ствол. А, двойной, там это самое. Да. Двойной ствол с воздушными радиаторами. Вот как бы пошал такой шар. Вот мы его приволокли. Этот пулемет не поленели. Та-та-та. Ну, патронов не было. А из чего? Ну, из пулемета не стреляли. Да, повезло. Патронов не было. Не было патронов. Из нагана стреляли. Из нагана стреляли. А хоть по чем? А в зоопарке ходили. А, ну просто. Да. По банкам, по бутылкам стреляли. Ну, не очень много стреляли. Потому что боялись что-то самое. Патроны перевели. Патронов с наганой было немного. А под Вальтер? А под Вальтер мало было. Была обойма. И я его так и не стрелял все равно. Тоже куда-то? Ну, баба надыбала меня под матрас. Надыбала. Пастель перебирала и... А ты ж под рук. Ты ж ухожу. Посадили. Да пили мой веревкой меня. Так, крученой веревкой. И это веревка. Пославляли, упили меня. Обычной этой веревкой. Ну, так вот брат же приехал из Молдазии. Так там тоже война была. У него же тоже патроны были. Там какие-то пистолеты. Ну, решил уже провести патроны через границу. А уже таможня была. Так я в носки позапрятывал эти патроны. И провел через границу целую эту самую ленту. Ну, было две. Ну, такие... Такие синие. Ну, планочка там патроны надет. Одну бабушка нашла, вторую. Там уже 14-й. Нет. Я пулеметную ленту... Нет, уже нет. Я пулеметную ленту позапрошлом году. Забрали ее? В прошлом или позапрошлом году. Пулеметную ленту набитую патронами. Там миротворцы стоят российские. Там нету четырестарных. Четырестарных нашла дома. Так а что пулеметную ленту? Ну, пулеметная лента у меня еще была та самая. Так я ее в прошлом или позапрошлом году выкинул угол Жилянского и горького здания вот тут стоит. Так что выкинут? Ну, на какой черт мне эти патроны. Я ж уже из того возраста. Ну, что ж не... А если дети найдут? А... Дети. Там дети не лазят. И я туда, там заброшенное такое здание, оно уже столько летит. Я же забор его туда. Шмаганул это. Кольцевая. Так мы пролезли эту ленту. Ну, там то папа патроны носит, то 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 то. И Малой заныков, спрятал один патрон. И где-то через полгода сидим на кухне, ничего не трогаем. Точнее в комнате. Я на кухне открою. Папа! Малой нашел этот патрон. Взял пинцет, решил нагреть на газу. Ну, и патрон выстрелил. Не, ну все нормально, все хорошо, все живем. Да и все. Пуля там... Ну, пуля в одну сторону была та самая, хильза в другую. Ну, там особо воинной силы нет. Он просто отлетает направлено. Ну, тут было, конечно. Ага. Мы патрон били. Какой-то взрыватель. Клепали по очереди. Он разорвался у нас. И борку отсидал. В сколку. Ну, это окровы няли. А потом... И так я сколок там и остался. Не знали. В маленький. Разорвал. И потом уже взрослый был. Ну, что там такое? Он нарастает, нарастает. И сделали ровьево. Там кусочки от этой, разорванного этого... Взрывателя? Взрыватели гахали. Вот это вот. Так его разрезали, вытаскивали вот этот вот. А что уже вот это вот... Баловались гранатами в костер. Потому что, вы знаете, разгорали в окопы. Там тыль на зоопарке. Там стояли немецкие зенитные батареи. И были... Окопы вот эти еще остались. Ну, так мы в окопе разлаживаешь костер. Разлаживаешь хорошую. И туда гранату вложишь. И убегаешь. И убегаешь. И ждешь, пока она гахнет. Но не всегда гахало. А что ж с ней делать? А не, ничего. Не гахай. Костер погас, остыл. Да еще. Не получалось. Не та температура. А что ж это самое... Вот, допустим, ну... Повзрывали вот эти вот дороги, мосты, там поля повзрывали. Что делали с этими воронками, окопами? Засыпали потом вручную? Смотри, а где? Ты пойди в леса, в пущие водицы и прочее. Не, ну леса-то понятно, там... До сих пор еще остатки этих окопов. Ну вот даже вот этот вот... Брусиловский лес, вот где вот был. Там где жорко. До сих пор еще остатки этих окопов. А в винтаже этот, орудийных, вот эти вот. Ну а что делали от этого? Ну, в полях за тракторами засыпали? Ну и все. В Киеве что делали? Вот в те, ну, зенитные окопы, что с ними делали? Засыпали, конечно. На полях и прочее засыпали. Там пущие водицы, вот это вот, в сорок третьем году. Там же страшные бои были, наверное, прорывались наши. Киев, когда освобождали пущие водицы. Там, мать говорит, тут же самолеты висели, я еще помню, бомбежка. Гул такой стоял, что на Шулявке жили, пущу, ну, бомбили бои. Что у нас там с земля дрожала. И такой гул стоял, что разговаривать нельзя было. Начали, когда наступление. Нас поперли с Киева, мать ли там, и самолетом. Так немцы там стопу перебили.